Вот то, что мы сделали с вами, заранее закупили материалы, сделали предоплату авансирования материалов, оборудование, технологическое оборудование, инженерное, завезли на площадке. Да, на площадке места нет свободного, здесь тоже места свободного нет, но тем не менее, мы лучше всех подготовились к вот такой ситуации, к подобному развитию событий. Поэтому я думаю, что никто не будет спорить с тем, что те решения, которые мы по проекту принимали, были правильными. Да, тогда казалось, они рискованными и так далее, но сейчас они объективны. Непонятно, зачем это было сделано. Сколько это средств сэкономило по проекту, я думаю, ну, даже считать не надо. Каждый понимает, что это очень большие средства сэкономлены. И если бы мы не сделали, это все было бы очень печально, потому что на совещании я слушал доклады руководителей других проектов, которые в Технополисе, являются резидентами Технополиса. У них картина более сложная. И то, что наш партнер Виктор Алис, член нашей команды, создавал план с даром в Китае, тоже правильный оказалось. А раньше спорили там, разные споры были, я думаю, теперь уже вряд ли кто-то скажет, что это было неправильно. Поэтому к нам повернулись лицом. И начали задавать вопросы власти по импортозамещению. И по реальным мерам, которые мы можем предложить. А нам есть что предложить. Поэтому проект строился, исходя из парадигмы, чем хуже, тем лучше. И мы оказались правы. Потому что проект был сориентирован именно на подобный сценарий развития. Когда мы говорили, что идет слом экономической модели, парадигмы, что приходят новые решения, новые экономические взаимоотношения, и проект будет востребован. И вот кто бы пять лет назад, пять-шесть лет назад, если бы сказали, если бы мы озвучили вот это, ну, наверное, покрутили бы пальцем у виска. Поэтому мы с вами живем в сложное время, противоречивое время, но в то же время, наверное, интересно, сложное. И как говорили мудрецы японские, в виде проклятия, проклиная, говорили, чтобы ты жил во времена перемен. И если кто-то полагает, что вот такие времена – это тяжкое испытание, я для себя понимаю эти времена как время возможностей. потому что тот, кто не испугается и сделает правильную оценку, выберет правильное направление, он сможет достичь результата. Поэтому это время новых возможностей. Кто-то испугался, кто-то спрятался, кто-то еще что-то, да, кто-то находится, пребывает в растерянности, мы находимся в четком понимании действий, которые мы должны предпринять, и мы понимаем, что хотим, как хотим, и понимаем, что для этого надо делать и предпринимать. Четко, ясно и внятно.